В первом этапе Арифлейм Бьюти Авард приняли участие 800 визажистов. 70 лучших вышли в полуфинал. 14 городов, секретные задания и декоративная косметика The One Стокгольм. Не пропусти самые актуальные бьюти-тренды. Наш сегодняшний пункт назначения – город Казань. А вот и наши конкурсанты. Казанская пятерка талантливых визажистов. Дарья Бортникова, стаж 2 года. Это прям была моя мечта. То есть я отучился, и я сейчас работаю, и я кайфую. Елена Мальгинова, стаж 7 лет. Меня радует вся моя профессия, потому что я делаю девушек счастливее. Софья Калиновская, стаж 6 месяцев. Этот конкурс мне многое дает в плане опыта. Светлана Агафонова, стаж 6 лет. Я работаю визажистом и преподавателем по макияжу. Я выпустила уже более сотни учениц. Екатерина Гордымова, стаж 3 года. Я вообще режиссер театрализованных представлений. Гримом занималась 3 года. И сейчас, получается, я стала визажистом. Кто из них лучше всех справится с заданием и выйдет в финал? Привет, Казань. Меня зовут Галина Ильина. Я победительница конкурса «Арифлэйм Бьюти Эворд 2019». Девушки, вы видите 5 бьюти-боксов. В каждом из них лежит набор косметики, который вам сегодня нужно использовать для работы. Ваша тема – стрелки на поражение. Это значит, что главным акцентом вашего макияжа должны быть стрелки. Блин, я даже не знаю. На выполнение задания у вас всего 30 минут. Ну что, готовы? Три, два, один. Поехали. 30 минут – это вообще какие-то бешеные рамки. Вишнее время оно тоже не нужно. Я считаю, что самое то. Девушки, наконец, открывают свои бьюти-боксы. Тени, оттенки прикольные. Можно что-то со стрелочкой такое замутить. Карандаш. Вот, буду его растушевывать. Тушь вообще крутая. Где помада? Помады нет. Прямо спартанские условия, я бы сказала. Итак, вот что должны использовать визажисты для создания образов в стиле стрелки на поражение. Карандаш-подводку для глаз The One High Impact. Стик для макияжа The One. Тушь с эффектом кошачьих глаз The One Tremendous. Базовую палетку с тенями The One. Когда я открыла босс, я вообще была в ступоре, в каком-то недоумении. Даже одним карандашом себе можно рисовать уже какую-то физиономию. Стрелки за ограниченное время – это отличный тест на профессионализм. Начинающим визажистам я советую сначала рисовать черновик. Карандашом-подводкой для глаз The One High Impact. Или темными тенями из базовой палетки The One. И только после этого уже можно смело наносить стрелку подводкой. Тональной основы в боксах нет, поэтому девушки спасают ситуацию контурингом. Сделала скульптурирование лица. Использовала наш скульптур для того, чтобы откорректировать нос, сделать щёчки худее, подчеркнуть складку века. Я начинаю работу всегда с глаз. Я подготовила кожу вокруг глаз. Взяла карандаш, который как раз для век. Задала уже контуры с самого начала, получается. Если у вас проблемы с подбором гаммы для макияжа, просто берём карандаш цвет глаз модели. Такой приём делает взгляд более открытым, а глаза более яркими. Дорогие коллеги, понимаю, макияж не терпит спешки, но у вас осталось всего 5 минут. Наши конкурсантки ускоряют темп. Это было для меня прям стрелок. Всё, у меня руки начали трястить. Делаем стрелку. Ту самую, заметную. У Мадина у меня была и без стрелок, конечно, прям модель на поражение. Чтобы макияж действительно смотрелся круто, идеальных стрелок и достаточно. Нужно добить их пышными ресницами и затемнённой складкой века. Для этого вам понадобятся коричневые тени или бронзер. Внимание, друзья! Осталось всего 10 секунд. И... всё! Ваше время вышло! Я выполнила свою задачу на все 100. Я одну так и не успела дорисовать. Колбаска осталась. Светлана, Софья, Елена, Катя и Дарья. Теперь я прошу вас рассказать о стрелках на поражение, которые у вас получились. Я сделала макияж со стрелкой в трендах этого сезона. Это смоки айс в синих тонах. Получился такой максимально носибельный образ. А вот Екатерина предложила яркий роковой макияж. Я сделала полностью такие роковые стрелки. На всё веко подвижное. Ножко кошачий разрез глаз. Мне захотелось усилить этот эффект. Тем более у нас тушь с эффектом кошачьего глаза. Она вот увидела в девочке вот эту дерзость. Я как бы сторонник спокойных макияжей. Ну, девочка была светленькая, и стрелки надо было такого сероватого цвета. Акцент у нас получился на глаза. Нижний век тоже так же подвели. Мне понравилось. И модели тоже. Елена нарисовала цветные стрелки. Мы выбрали голубо-зелёные такие тени. И я делала прозрачное, что сейчас тренд актуально. Синюю стрелку – это тоже тренд. А Светлана сделала яркий графичный макияж. Я решила, что я хочу подчеркнуть именно цвет глаз моей модели. Выбрала специальный цвет карандаша, который контрастирует с цветом её глаз и делает их ещё ярче и насыщеннее. Использовала также карандаш и для глаз, и в качестве контура для губ, так как у нас не было сегодня помады. А теперь, наши зрители, решение за вами. Голосуйте на сайте Lifestyle Expert и выбирайте по паре лучших визажистов из каждого города. Далее профессиональное жюри определит пять счастливчиков, которые поедут в Стокгольм и поборются за шанс стать официальным визажистом Арифлейм и получить контракт с брендом на 1 миллион рублей. Смотри, голосуй, выбирай победителей на Lifestyle Expert. Жди Арифлейм Beauty Award в следующем городе. Екатеринбург. Встречай уже 18 августа. Встречай уже 18 августа.